Привет, друзья! Сегодня я расскажу о драматическом триллере режиссёра Грегори Джордана под названием «Немыслимое». Как мог один человек изготовить ядерное оружие? Фильм начинается с кадров, на которых гражданин Америки Стивен Артур Янгер записывает видео с рядом требований. Мужчина несколько раз переписывает своё послание. На последнем он называет себя Юсуф Атта Мухаммед. Вторник. Обычные городские улицы. Агент ФБР Хелен Броуди идёт на работу в отдел по борьбе с терроризмом. Сослуживцы докладывают ей о текущих делах. Один из них приносит личное дело некого Генри Хемфриза, его жена – боснийка и набожная мусульманка, хотя мечеть не посещает. Хелен обрывает слишком ретивого сотрудника. Всё это – не преступление, но хвалит за внимательность и получает проверить мужчину. Позже по всем ТВ-каналам идёт объявление о розыске Стивена Артура Янгера. Он вооружён и очень опасен. Хелен удивлена, почему эта новость обошла их стороной. Агент Джексон приносит личное дело Янгера. Прихожанин мечети, служил в армии США, но ничего противозаконного не зафиксировано. Дом Генри Хемфриза. Его жена и дети занимаются своими делами, когда в дверь звонят сотрудники ФБР. Генри звонит своему куратору, офицеру ЦРУ Чарли, и возмущается. Ему обещали, что его семью никто никогда не потревожит. Хелен отдаёт приказ найти жену и детей Янгера. В это время ей звонит Чарли и приказывает немедленно отозвать сотрудников от дома Хемфриза. Он очень опасный человек. Агенты ФБР едут к дому Хемфриза. Дверь в дом открыта. Генри приказывает бросить оружие и показывает связанных сотрудников. Он возмущён. Кто послал их к его дому? Генри привозят к Хелен, но в самом начале допроса приходит Чарли и забирает Хемфриза. Хелен в недоумении. Да кто он такой? И что вообще происходит? Сондерс объявляет. Их переводят в засекреченное отделение. Среда. Хелен и её сотрудники приезжают в секретный центр, где её встречает генерал Полсон. Он руководит особым расследованием, и Броуди будет работать под его командованием. Тут же находится и Генри Хемфрис, который просит называть его Эйч. Им демонстрируют запись Юсуфа от Ты Мухаммеда, где он объявляет, что сделал и расположил три ядерные бомбы в разных американских городах. Если его требования не примут, эти бомбы взорвутся в пятницу в 12.00. Полсон объясняет, что Янгер бывший военный, специалист в области взрывчатки, служил в Ираке, с детства жил в Исламабаде, в совершенстве знает языки Востока. Три года назад его команда проверяла ядерные хранилища России, и тогда русские недосчитались в 8 килограммов плутония. На одну бомбу нужно чуть более 2 килограмм. От 6 до 10 миллионов жертв. Так что все это более чем реально. Главная задача – найти эти бомбы. Сам Янгер уже здесь. Охранники магазина увидели его в маркете и задержали. Команда идет в комнату для допросов. Задержанному не дают спать, воздействуют водой, жарой, голодом, но не бьют. Генри подначивает, но нет и никакого результата. Он видит высоко поставленного чиновника и раскланивается с ним. Тот в ужасе. Только не это. Эйч входит в комнату к задержанному и снимает с его головы мешок. Солдат бросается на защиту Янгера. Происходит драка, после которой Хемфриза выводят. Хелен говорит, что все происходящее незаконно. Хелен сочувствует. Он явно переживает из-за ухода его жены. Но тот заверяет, что принял свою судьбу. Он не будет ничего говорить. Еще слишком рано. И тем не менее, Хелен возмущена. Насилие недопустимо. Хемфрис говорит, что Янгер знает все эти военные штучки, этим его не сломить. А потом показывает его досье. Теперь он понимает, почему выбрали Хелен. А после этого объявляет пришедшему генералу, что работает не один, со своим помощником и выбранным им же агентом. И в этот раз это будет Хелен. Чиновник распоряжается выполнить все, что хочет Генри. Они идут в комнату для допросов. Весь военный персонал покидает помещение. Генри просит принести пожарный топорик. Недоумевающий солдат выполняет просьбу. Входит помощник Хемфриза, Альварес. Задержанного сажают в кресло. Альварес привычно фиксирует руки Янгера на специальном столике. Эйдж совершенно спокойно спрашивает мужчину, где он разместил три бомбы. Тот молчит. И тогда Генри отрубает ему мизинец. Военные врываются в камеру и выводят Генри. Хелен в ярости. Он хочет, чтобы она на это смотрела? Но чиновник говорит, что у Хемфриза есть все полномочия. Несмотря на горячие возражения Хелен, пытки продолжаются. Она идет к Сондерсу. Пытки – это не конституционно. Но тот говорит, что если бомбы взорвутся, не будет никакой конституции. Хелен возвращается в пыточную, но не может смотреть на происходящее. Генри говорит, что это непривычно в первый раз. И тогда она понимает, вот почему он такой особенный. Секретное оружие против врага. Но Генри отвечает, дело не в этом. Они проигрывают, потому что боятся и сомневаются. А вот террористы – нет. И никакие американские ценности не помогут спасти жизни. Он предлагает Хелен работать по очереди. Он пытает, она спрашивает. Женщина идет к Янгеру. Она опускает его в кресло и просит прекратить все это. Пусть он скажет, где бомбы и все закончится. Но он говорит, что готов ко всему. Хелен осиняет. Он же ничего не знает о том, что его дети не смогли покинуть Америку и могут оказаться где угодно. Но Янгер говорит, что осталось два дня. Хелен просит дать хотя бы одну бомбу. Тогда ему поверят, что все это серьезно. Он просит дождаться завтрашнего дня. Хелен пытается узнать, что будет завтра, но он отказывается от ее помощи. Возвращается Хемфрис. Наступает ночь. Генри спрашивает. Хочет Янгер умереть прямо сейчас. И признается, то, что он делает, хорошо для его народа. И он не даст уничтожить свой дом. Утро четверга. Приезжает жена Хемфриза, Рина. Хелен хочет поговорить с Янгером. Но Генри сообщает, что она сможет это сделать минут через десять. А если он уснет, она должна нажать на кнопочку и протягивает ей пульт. Он выходит, а Чарли рассказывает, что Эйч наделал много плохих дел. И теперь его ищут. Хелен понимает, значит, он давно этим занимается. В это время они замечают, что Янгер уснул. Капитан нажимает кнопку, и Янгер начинает биться в конвульсиях от разряда тока. Хелен пытается отключить кнопку, но безуспешно. С большим трудом им удается обесточить кресло. Хелен выбегает на улицу, где Хемфрис разговаривает с детьми по скайпу. Она вне себя. Он недоумевает. Заряд был на 15 секунд. Он бы пережил. А потом знакомит Хелен со своей женой. Хелен в шоке. Вы знаете, чем он занимается? Они живут под одной крышей. Он же ненормальный. В ответ Рина рассказывает, в Боснии она потеряла всю свою семью. И сделали это ее соседи. Совершенно нормальные люди. Идет оперативная работа. Агенты узнают все, что можно о Янгере и его семье. Один из ФБРовцев говорит, что его опознал хозяин прокатной конторы. Янгер не вернул грузовик. Хелен дает задание отследить путь автомобиля. Становится понятно. Одна бомба на востоке, вторая на западе. И, скорее всего, прямо здесь, в Лос-Анджелесе. Эйч зовет Броуди и просит ее зайти. Она видит изувеченные руки арестованного и спрашивает, что произойдет сегодня. Генри просит ее сделать массаж Янгеру. И пока она массажирует, рассказывает, что раньше ему помогала медсестра, настоящая профессионалка. И это его жена, Рина. Кстати, она рассказала, что осталось с ее семьей. А чем закончилось? Так вот, она убила семьи соседей на их глазах, а потом и их самих. Ее арестовали и передали Хемфризу. Их дети родились раньше срока. И это настоящее чудо. Глядя на рождение ребенка, начинаешь верить в Бога. Он обращается к Янгеру. Тот был с женой во время рождения детей. И тот начинает плакать. И это то, что нужно Эйчу. Деморализованный Янгер собирается сделать заявление с требованиями. Ему не верят. Он просто тянет время, чтобы устроить себе передышку. Янгер обращается к президенту. Он мусульманин и преданный американец. Он любит свою жену, детей, страну. С ним хорошо обращаются благородные работники служб. Он не просит показать обращения по телеканалам. Он разместил три бомбы и раскроет их местонахождение, если президент сделает следующее. Более не будет оказывать материальной поддержки марионеточным режимам любых исламских стран и выведет все войска США из всех исламских стран. Агенты в шоке. Это шутка? Неужели они позволят террористу диктовать внешнюю политику США? Хелен говорит, что он просто хочет переговоров. Генри смеется. Его требования абсолютно разумны. Если не будет сделки, пытки продолжатся. Хелен опять просит, чтобы Янгер дал им бомбы. И его освободят. Но Генри говорит, что Янгеру вовсе не нужна свобода. Неужели Броуди еще не поняла, что Юсоф сам сюда пришел? Он знал все, что с ним сделают. Янгер подтверждает этот вывод. И Хелен убегает. Она рассматривает кадры с задержанием Янгера. Он 23 минуты стоял перед камерами и позволил себя схватить, хотя знал, что его будут пытать. Генерал вне себя. Нет никаких улик, что у него действительно есть ядерные заряды. Ведь по видео нельзя определить, что это не муляжи. Хелен меняет Генри. Она говорит, что они знают про бомбы. Юсоф умен и может их подделать. Но тот утверждает, бомбы настоящие. Она просит дать одну бомбу, чтобы поверить, что они существуют. Правительство выполнит требования. Он станет героем. Янгер плачет. Никаких бомб нет. Он просто хочет к жене и детям и называет место, где записал видео. К названному дому стягиваются войска. Броуди и Винс обыскивают дом и находят стену, на фоне которой была сделана запись. Один из военных видит на стене фотографию Янгера. Он недоумевает, что это, и берет ее в руки. И тут же раздается взрыв. Бомба была расположена в торговом центре неподалеку. Хелен бежит к Янгеру. Она в бешенстве. Как он мог так поступить? 53 человека погибли. Она хватает скальпель и приставляет к груди Янгера. И тот кричит, что он любит свою страну и религию, и он здесь по своему желанию. Он позволил себя схватить. Они хотят, чтобы он рыдал над полусотней погибших? Но государство убивает гораздо больше. Они не дети господа. Они паразиты. Хелен уходит, не замечая, что все еще сжимает в руке скальпель. Пятница. Агент сообщает Хелен, что они отследили адрес заброшенного склада в Далласе и нашли бомбу. И тут Томпсон сообщает, что Эйдж на грани. Ему нужна помощь. Хелен видит Генри, который сидит у стены и тупо смотрит, как Альварес пытает Янгера. Он говорит, что тот не расколется. Осталось три часа до смерти десяти миллионов. Все просят Эйджа продолжать. Генри говорит, что если Хелен скажет, он остановится. Она молчит. И тут привозят жену Янгера. Женщина требует вернуть ее детей. Хелен говорит, что у нее серьезные проблемы. Пожизненный приговор и дети в приюте, если она не скажет, где бомбы. Испуганную Джихан ведут к Янгеру. Она в ужасе от его вида и просит ответить на вопросы. Но он молчит. И тогда Генри говорит, что будет пытать Джихан. Но на защиту женщины встают ее окружающие. Эйдж вне себя. Это война. И одним ударом убивает женщину. Позже он приводит себя в порядок над умывальником. Приходит чиновник и говорит, что госслужащих эвакуируют. Поползут слухи и будет паника. Эйдж должен все это завершить. Эйдж идет к Янгеру и говорит, что теперь его никто не остановит. Пределов нет. Хелен говорит, что он должен сделать то, что должен. И Генри отвечает, он должен сделать немыслимое. И просит привезти детей. Все в ужасе. Эйдж говорит, что Янгер должен поверить, что Генри способен на все. И тогда он все расскажет. Приводят детей. Эйдж снимает мешок с головы Янгера. Он просит Хелен не трогать их. Но Эйдж идет в комнату и выключает свет. И Янгер называет адреса расположения бомб. Но Эйдж не может остановиться и говорит, что есть еще одна бомба. Военные бросаются в комнату. Солдат стреляет по замку. Люди врываются внутрь. Генри удивлен. Янгер убил 53 человека. Среди них были женщины и дети. А злодей он? Он же спланировал каждый свой шаг. Он рассказал о трех бомбах, в каждой из которых по 2 килограмма плутония. Но пропало-то 8 килограмм. А значит, где-то есть еще одна бомба. Чиновник распоряжается вернуть детей. Он одобряет все. Но у Эйджа условие. Детей притащит Хелен. Потому что если это сможет сделать она, сделает любой. И Хелен кричит, что пусть эта бомба взорвется. Так поступать нельзя. Эйдж отвязывает Юсуфа. И тут чиновник выхватывает пистолет. Если Эйдж не приступит к работе, пострадают уже его дети. Но Юсуф отбирает пистолет у чиновника. Он просит присмотреть за своими детьми и... стреляет в себя. Люди опустошены. Они сделали все возможное. Хелен выходит из комнаты, видит детей Янгера и забирает их с собой. По названным Янгером Андресам идет обезвреживание бомб. И никто не видит четвертой бомбы, на дисплее которой заканчивается отсчет времени. На этом фильм заканчивается. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok